долго времени суток кто смотрит мой канал уже давно тот знает что это такое это эти звезды фосфатные батареи вот это вот такие вот пока что тут на 90 ампер где-то а 85 87 часов это китайская салика бывушка они отходили какое-то время у них на электротранспорте и они их продавали продавали когда их покупал где-то года три назад еще в двадцатом году с ресурсом в 2000 циклов после чего останется еще 80 процентов от заявленной емкости что в общем то хорошо потому что 2000 циклов это много это намного больше чем у свинцовых батарей кроме того литий железо-фосфатные батареи они безопаснее литьевых то всяких литий-ионных литий-полимерных потому что допустим если вот эту батарею заряженную забить гвоздь она не загорится она будет шипеть и пыхтеть вонять но она не взорвется не загорится если влите его батарею литий-ионную литий-полимерную забить гвоздь заряжена она в загорится а можете вообще взорваться так вот так вот такого вот дела и вот эта ячейка она скажем так немножко паршивая набирает напряжение слишком быстро быстрее чем остальные и вот у меня их тут всем а вот это вот ячейки 17 штук потому что в каждом ящике вот в таком жестком деревянном ящике который для них корпус который не дает ему раздуться их по 8 штук на каждые 32 вольт это получается от 20 до 28 вольт потому что у них напряжение рабочих гуляет то есть глупо говоря это 24 27 вольт аккумулятор сборка 80 85 где-то 86 ампер часов вот вот это вот провода идут от блока бмц на контроль ячеек вот этот идет провод на это термодатчик который контролируют на грев батарею я вот в центре батареи расположил по хорошему надо на каждую ячейку по своему но вот только один тут и один внутри самой батареи этого блока контрольного вот это вот у нас плюс достаточно толстый провод десятка обжатые наконечники между вот этим вот ячейками фанерные такие вот прокладки которые для жесткости и как изоляция электрическая соединение вот таким вот перемычками такую змейкой последовательно бмц у меня китайская двадцатого года вот такая вот кому интересно она 50 ампер на банке 90 ампер но я тогда бмц жки купил 50 амперный потому что они были по дешевле кроме того я посчитал что 2 блока батарей параллельно включены где 2 бмц жки по 50 ампер это 100 ампер тока это как раз достаточно инвертору вот эту бмц жку нурсально налить литий вы умеет же литий железо фосфатные мне можно подключить контроль либо конвертер на юсби из компьютера смотреть либо bluetooth модуль и как я уже потом выяснил это бмц жки для какого-то там электро каких-то транспорта потому что в них чипец типа мог то ли можно подключать то ли в стран я особо не разбирался и вот вот этот вот провод идет на батарею это не носовой черен идет сюда здесь блок управления здесь стоит два ряда мосфетов на заряд и на разряд и там если больше минус пяти бмц жка батарею отключает чтобы не убивать аккумулятор если они перегреваются больше 65 тоже их отключает если переразряд отключает разряд если перезаряд отключает заряд если там на какой-то ячейке напряжение слишком маленький слишком большое но тоже отключает в общем блок такой защиты регулировка без которого литий аккумулятор любые эксплуатировать нельзя в принципе иначе это может кончиться взрывом пожаром и в лучшем случае выходом из строя это вот такие вот bluetooth модули для них чтоб можно было их там с планшета с телефона смотреть состояние я вот провод питания разрезал чтобы можно будет включать выключать тебе надо купить крепление чтобы вот где-нибудь сбоку там привинтить потому что два одинаковых модуля когда работают они там общем я не разбирался будет они конфликтовать на мир в программе на телефон по смартфоне или не будут просто выключатели проще поставить и включать в нужны батареи могут когда те надо вот этот коробочкой то блю это твой уж бешный инвертор сейчас я подключу здесь вот вот это тузовский и можно будет посмотреть параметры батареи давайте попасть что-то не хочет а чуть не хочет сейчас сейчас включим мигнул типа тест прошел живой ждет да еще прежде чем покупать видите вот такие вот литий аккумуляторы надо купить вот такой вот прибор китайские такого чудо техники вот смотрю которое нужно для проверки внутреннего сопротивления ячеек для их сортировки чтобы надо их смотреть не только на по напряжению подбирать по внутреннему сопротивлению то зачем она более одинаковая тем лучше допустим вот эти вот ячейки у них внутренние сопротивления одинаковые поэтому у них разбег по напряжению минимален а допустим вот у тех вот ячейкам а в более широком пределе отличается и поэтому как говорится есть некоторые проблемки так надо еще вспомнить как им пользоваться но он был оживающий могут посмотреть на крицей ю тубе кстати вот этот этот плюс коричневый это минус вот вот ячейки ну что в живу батарею лезть вспомнить каков включать сейчас похоже батарея разведилась батарейка в этом чудо китайском приборе что-то сейчас у них включатся еще я потом развенчу потому что в нем обычные 8 на 650 элементы заряжу просто я вам показала как он выглядит так что если решите таким делом заняться сборкой батарей сами покупайте сначала это чудо техники разбирайтесь как с ним работать там уже и желательно ячейки прямо при покупке сортируете чтобы они были вот нормально потому что если они там немножко какие-то с ними проблемки то так так теперь смотрим вот как я уже сказал про есть нафиг нет вот программа называется вот мы их бмс так вот вот это он нашел вот он так выглядит заряжен тип наполовину вот температура это что вольтаж тут вот параметры батареи напряжение на ячейках вот ровненькая балансировка сейчас между ними не идет так что все хорошо здесь вот загружу сейчас он читает параметры с бмс как где чего как кстати через эту программу можно предустанавливать даже параметры допустим для настройки когда вы просто забираете батареи подключили бонс эту плату балансировки и вот тут вот вот смотрим можно выбрать полимерное инлиферил литий-железо-фосфат нажимаете так вот хоп оно записывает в бмс куда начинает правильно работать потому что у них разный у литий литий-иенных литий-полимерных литий-железно-фосфатных разные напряжения разные там зарядные и разрядные поэтому неправильно если использовать профиль батарей можно допустим ячейки угробить допустим с литий-полимерными ему вход и до взрыва как я сказал а с литий-железо-фосфатными если слишком всей notable диеткой как лети-полимеры, то их просто угробишь. Потому что они в перезаряде, у них начинает распадаться электролит сложный, и всё, и кранты они не работают. Так что вот такая вот программка, достаточно удобно, можно посмотреть, как они заряжаются, как они разряжаются, допустим, когда они установлены. И поскольку у меня тут 50-амперная БМС, провода от неё не слишком толстые, я вот сделал вот вывод на таких вот барашках, на М6 болтах, короче, там вот зажат вот обжатый наконечник на провод, и оно вот так вот, в таком режиме работает. Конечно, провода и инверторы гибридные пойдут более толстые, и между батареями будут более толстые провода, потому что они будут соединяться параллельно. Так, а теперь я покажу программу на компьютере. Вот он. Это вот у меня продавец. Хи-хи-хи-хианг, какой-то БМС. Вот тут куча всяких китайских. А вот здесь вот драйвер на чудо-коробочку конвертовый интерфейса. А вот тут это вот сама программа китайская для управления. Вот она. Такого-то названия. И программа откровенно недоработанная, плохо переведённая на английский, но тем не менее, важно показывает. Вот это мосфетно-зарядно, мосфетно-разряд. Вот что типа батарея полная, но на самом деле она не полная, потому что вот эта вот, как я сказал, есть паршивая ячейка, которая слишком сильно заряжается, и типа батарея думают, что она полностью заряжена, надо отключаться, чтобы другие её не перезаряжать. Вот эта вот ячейка, которая ниже всех стоит, но это не страшно, её ещё можно подзарядить. Она, в принципе, может и ходить ещё нормально. А вот с этой надо что-то делать, надо ставить внешний балансировщик. Есть у китайцев такие на одну ячейку, которые вот конкретно этой ячейкой будут заниматься, не будут давать ей вылезать по напряжению вперёд остальных, когда другие уже заряжены. вот параметры здесь вот такие вот у меня. Ну это профиль поставлен стандартный для литий-железо-фосфата из БМС, вот у меня просто вот ёмкость. Так, ну да, вот немножко неправильно поставлено. Не, а вот теперь правильно, просто надо было считать с БМС-ки параметры. Вот напряжение, это оно показывает сразу, вот параметры надо и с БМС-ки читать. Переиспользуем. И вот видим. Нормальное напряжение максимальное 28,4, минимальное 21,6. Вот, 86 ампер-часов при номинальной 90, заявлено. И вот напряжение, вот все вот. Вот. Вот это можно включить балансировочку принудительно. Хотя при зарядке оно само автоматически включает балансировку. Так уж, что из этой пошивой ячейки в этой батарее где-то примерно половина ёмкости и чуть даже чуть больше. Потому что ячейки он нормально так заряжен, больше 3,3. Все почти. И это где-то в ней 1 кВт-час мощности запасён. А вот в этой вот, во второй, в первой батарее, где ячейки хорошие, где их можно полностью зарядить. Всё, без всяких граблей прямо сейчас. Подключить их к гибридному инвертору и зарядить. Вот здесь вот 2 кВт-часа, допустим, в ней. А когда я в той сибири разберусь с ячейкой, чтобы она не вылезала, и она тоже будет полностью нормально заряжаться. Это вот 4 кВт-часа у меня. Ну, 3,5 минимум. И иметь аккумулятор на 4 кВт-часа, это в принципе, если там не сильно слишком его разряжать, можно спокойный день пережить. Чтоб работал свет, работал там телевизор, ноутбук, еще что-нибудь такое даже можно иногда электро-чайник включать, но лучше конечно поставить газовую плиту и газовый баллон допустим он как я в деревне и вот такая вот конструкция ну ладно надеюсь видео всем было полезным всем пока, всем удачи до новых встреч товарищи